Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга. Вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В Видном прошел мастер-класс для педагогов учебных заведений. Они вдвойне не похожи на нас с вами. Они, представьте себе, как будто с другой планеты. Во Дворце спорта состоялась областная акция «День донора». Завтра может так случиться, что другой для тебя сделает. Для тебя, для твоих детей, для близких. 21 сентября отмечается большой православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Слава Богу, народ сегодня пришел. Собрались много батюшки. Все хорошо, все прекрасно. Я очень довольна. В класс пришел приемный ребенок. Под таким названием Видном состоялся мастер-класс, в котором приняли участие педагоги учебных заведений Ленинского городского округа. Его цель – рассказать учителям об особенностях коммуникации с детьми, которые воспитываются в приемных семьях. Максим Козлов расскажет подробнее. Добрый день, уважаемые гости и участники нашего районного мастер-класса. В класс пришел приемный ребенок. Более 50 представителей учебных заведений Ленинского городского округа собрались в зале, чтобы принять участие в серии мастер-классов, объединенных темой адаптации детей из приемных семей в школьном коллективе. Тема эта весьма актуальна. Приемный ребенок, он уже претерпел неблагоприятные условия потерю своей семьи. Он вырван из своего привычного окружения и, как правило, поступил к приемным родителям. Он на новой детской площадке. Он среди детей, которых он не знает. Он в семье, к правилам, которые еще не привык, и он оказался в школе, одновременно должен адаптироваться к новому классу. То есть количество адаптационных вещей для этого ребенка просто зашкаливает. В класс пришел приемный ребенок. Такое название дали организаторы этому мероприятию. В ходе него специалисты, педагоги-психологи рассказывали о наработках в области коммуникации с детьми из приемных семей. Пригласили и тех, кто может поделиться своим практическим опытом. У Вадима Еприцкого в семье трое приемных. Есть большой опыт в приемном родительстве. Трое приемных детей, один подросток, двое близнецов. Сейчас они учатся в третьем классе. Бессловно, есть какие-то трудности, с которыми со стороны родителя, наверное, преподаватели могут узнать другую сторону. Способов раскрыть суть проблем, с которыми может столкнуться ребенок из приемной семьи, использовали множество. Это и демонстрация видеороликов, и мозговые штурмы, и живое общение. Дети приемные, они вдвойне травмированы. Они вдвойне не похожи на нас с вами. Они, представьте себе, как будто с другой планеты. Весь процесс организаторы разбили на несколько мастер-классов. Они их назвали станциями. На каждой педагоге обсуждали возможные проблемы детей из приемных семей и знакомились с одним из аспектов их решения. Станция «Остров надежды» рассчитана на ресурсы для ребенка. Какие ресурсы мы можем разработать и выявить для ребенка. Станция «Формула успеха» нацелена на ресурсы для учителей и педагогов. Станция «Точка опоры» рассчитана на помощь родителям. Мероприятие было подготовлено Управлением социального развития Ленинского округа совместно с учебно-методическим образовательным центром города Видное. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Очень важно вовремя обращаться к врачу, особенно если это касается маленького ребенка. В первую очередь профилактический медицинский осмотр поможет обнаружить симптомы опасного заболевания на ранней стадии и убережет от тяжелых последствий. Наш корреспондент Юлия Стаферова побывала в детской поликлинике. В Видновской детской поликлинике сегодня много народа. Родители со своими детьми пришли на профилактический медицинский осмотр. Специалисты широкого профиля осматривают детей разного возраста. Такая консультация необходима, потому что она помогает выявить заболевание на начальной стадии. Для посещения маленьких пациентов все хорошо организовано. Пройти всех необходимых врачей можно за два часа. Для удобства родителей и их детей у нас в детской поликлинике предусмотрены профосмотры, которые проходят за один день по возрастам. По средам у нас проходят детки в возрасте 3 месяца и 2 года. По четвергам у нас организуются профосмотры для детей в возрасте 1 год, 3 года и 1 месяц. Записаться на профилактический медицинский осмотр стал удобней. Это можно сделать через электронный терминал. Также у врача-педиатра есть списки детей, которым нужно прийти на прием. Сотрудники поликлиники обзванивают своих пациентов и приглашают на консультацию со специалистом. Как правило, такое обследование необходимо для поступления в детский сад и школу. Вот мы показываем ротик. Пришли на 3 годика проходить осмотр. Сейчас пройдем в детский сад. Два раза мы звонили по телефону. Два раза назначили, что 21 числа мы должны быть в такое-то время. С 10 до 11 пройти. Трехгодовалый и осмотр ребенка. Пришли на пробосмотр с мухом. Проходим врачей. Вроде пока все быстро, хорошо. Вот сейчас проходим медосмотр. Все очень быстро, хорошо записались вовремя. С 10 до 11. Практически всех врачей уже прошли. Врачи не устают повторять, что регулярное обследование должно стать не просто обязательством, а привычкой следить за своим здоровьем. Большинство болезней легче предупредить, чем вылечить. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» прошла областная акция «День донора». В ней приняли участие более 50 жителей округа. Мероприятие было организовано Ленинским отделением организации «Российский Красный Крест». Педагог-психолог Видновского художественно-технического лицея Ирина Болотская вместе со своими коллегами пришла сдать кровь, чтобы внести посильный вклад в доброе дело. Мы приходим уже, наверное, шестое, а может быть, больше раз. Причем мы коллективом ездили и в госпиталь имени Бурденко для того, чтобы сдать кровь для военнослужащих. Ходим, да, действительно, большим количеством сотрудников. Мы считаем, даже как-то не обсуждаем, нужно ли это или не нужно. Это наш долг. День донора в округе проводится четыре раза в год при содействии Ленинского местного отделения «Российский Красный Крест». У нас составляется график в ноябре месяце на целый год, утверждается областным центром крови, и мы работаем по этому графику. Уже более трех лет временной станции по переливанию крови становится Дворец спорта «Видное». На данной площадке созданы комфортные условия для врачей и доноров. Мы встречаемся не менее двух, а бывает и чаще раз в год. Это уже стало хорошей традицией для Дворца спорта и для Красного Креста. Люди прибывают сюда в комфортных условиях, сдают кровь. После регистрации и заполнения анкеты все доноры проходят медицинское обследование. Многие сдают кровь на регулярной основе. Врачи следят за тем, чтобы обязательно были соблюдены сроки между процедурами. Сейчас потребность идет, наверное, быстрее во всех группах крови. Я не могу сказать, какая тут редкая, какая нередкая. Если горит зеленый светофор, нам нужна, скажем, сегодня вторая отрицательная или первая положительная. Дело в том, что я не могу вам объяснить и сказать, что какая-то редкая, какая-то нередкая. Все группы крови нам необходимы. Для почетного донора нужно 40 раз сдать, а так 4 раза сдают женщины в год и 5 раз мужчины. Евгений Фадеев сдает кровь уже второй раз. Признается, что ведет здоровый образ жизни, занимается тяжелой атлетикой и считает, что обязан поделиться своей кровью ради спасения чьей-то жизни. Все достаточно быстро, все организовано. Приходишь, регистрируют тебя, проходишь медосмотр. Буквально, если все хорошо, проходишь дальше. И, собственно, кушаешь, сдаешь кровь. Все очень быстро, порядка, наверное, 15 минут занимает. Эта кровь идет, она идет по всему Подмосковью. Именно в клинике, именно в больнице областного значения. Ну, а там уже по предназначениям, кому она какая требуется. Кроме того, и медики, и доноры отмечают, что эта процедура только положительно влияет на организм. Для меня вообще сдача крови – это такой процесс, который улучшает мое самочувствие. Мне, наоборот, становится хорошо, не знаю, как другим. Я бодрая, весела. Сегодня ты делаешь для другого, а завтра может так случиться, что другой для тебя сделает. Для тебя, для твоих детей, для близких. Все в мире связано. В очередном Дне Донора приняли участие более 50 жителей муниципалитета. Следующее мероприятие пройдет в ноябре. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 24 сентября в Москве пройдет этап всероссийских беговых соревнований «Кросснации». В нем примет участие 38-летний видновчанин Валентин Ткачев. Но в отличие от остальных спортсменов-любителей, у него есть одна важная особенность. Валентин Ткачев, бегун-любитель извидного, готовится к «Кроссу нации» в Москве. Казалось бы, ничего необычного. Но из-за тяжелого заболевания в прошлом году Валентину понадобилась пересадка сердца. Я хожу в бассейн, я бегаю, я занимаюсь скандинавской ходьбой. Я был в Кисловодске, я за 16 дней прошел 293 километра. Я поднялся до малого седла в одиночку. Хотел до большого, но у меня с собой таблеток не было. У меня таблетки по графику, мне их надо пить. Я бы и дошел до конца. Ну, уже тяжеловато, конечно, подниматься. Там вот эти все ступеньки. Проблемы с сердцем начались в 2012-м. И с каждым годом здоровье ухудшалось. В 2020-м ситуацию усугубил коронавирус, от которого Валентина вылечили врачи в РКБ. Приступы происходят. Давление падает 50 на 60. Много чего. В головокружении иногда трудно встать. В октябре прошлого года была проведена экстренная трансплантация сердца. Тогда Валентин не мог не то, что бегать. Передвигался с трудом и весил почти на 40 килограммов больше, чем сейчас. Я когда болел, у меня оставалось два месяца до операции, я живу на втором этаже. И со мной в подъезд зашел сосед. Там еще была посторонняя женщина. Он мне перед ней сказал, тебе должно быть стыдно на второй этаж подниматься на лифте. А в моем состоянии мне трудно было бы даже на первый этаж подняться, если честно говоря. После пересадки сердца наш герой поставил себе цель вернуться в форму. В качестве дополнительной реабилитации молодой человек выбрал бег, который стал для него настоящей отдушиной и дорогой в новую здоровую жизнь. У нас рядом есть парк обустроенный, красивый, свежий воздух, калории сжигаешь, легче ходится. Не знаю, у меня сейчас другая совсем жизнь. Мне нравится движение. Мне нужно вот движение. Я не понимаю людей, которые сидят. Друзья и знакомые отмечают целеустремленность и сильный характер Валентина. С таким упорством он достигнет всех результатов, к которым стремится. Человек с такой, скажем так, трудным заболеванием и взял, поборол болезнь. Это уже достаточно сильная личность для меня. Это на самом деле сильный уставик. И в данный момент, видя, как он занимается спортом, что даю ему предпочтение, что он не сломался, а пошел дальше. Перед нами человек, олицетворение фразы «движение – это жизнь». Пусть Валентин станет примером для тех, кто еще сомневается, что здоровье не позволяет им заниматься спортом. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнар Балаева, Видное ТВ. 21 сентября отмечается большой православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Для храма села Тарычева этот день особый. Проводится торжественное богослужение, крестный ход, а для прихожан готовят угощения. Татьяна Брылова побывала на престольном празднике. Богослужение в Богородице Рождественском храме села Тарычева сегодня особенное, торжественное. Здесь отмечается престольный праздник. Храм полон народу. В основном это те, кто бывает здесь постоянно – прихожане. Атмосфера душевная, благостная. Мы уже с семьей 12 лет прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы. Храм находится рядом с домом, но дело в том, что здесь какая-то особая атмосфера. Мы все как одна большая семья. И вот батюшка-настоятель, отец Вячеслав нас очень объединил всех и подружил. Поэтому сюда, сейчас мы уже живем в другом месте с семьей, но сюда душа тянет попасть, особенно на такой праздник. Когда открылся-то, я ходила часто, даже тропиночки здесь были. А сейчас дома настроили. И я тропиночкой раз-раз, и да, каждый воскресенье ходила раньше. Праздничное настроение. Слава Богу, народ сегодня пришел. Собрались много батюшки. Все хорошо, все прекрасно. Я очень довольна. Спаси нас, Господи, сохрани помилу. Праздравляю наш храм Пресвятой Богородицы с престольным праздником. Крестный ход завершает обряд праздничного богослужения. По традиции, шествующие останавливаются с каждой из четырех сторон храма. Произносятся молитвы, и верующих окропляют святой водой. Ой, Господи помилуй, Господи помилуй, Господу помолимся. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Терычеве была построена почти 260 лет назад. Разные были времена. Советский период, как и для многих других храмов, стал печальной страницей в ее истории. После возрождения православная обитель ожила, расцвела и сегодня радует верующих. Есть здесь и своя реликвия. У нас икона Троеручица, она считается чудотворной. В 90-е привезли в храм, предложили приобрести икону, какие-то люди. Назвали там сумму неподъемную. И даже уже отказались. И в какой-то последний момент решили открыть ящик для пожертвований. И вот там оказалась вот та нужная сумма. И эта икона очень почитается в нашем храме. А еще известно, что когда-то в храме пел сам Федор Шаляпин. Да, это так. Он несколько раз здесь пел. Дело в том, что здесь очень хорошая акустика. И она даже после реставрации храма, она сохранилась. В храме очень легко служить. То есть не нужно сильно напрягать голос для того, чтобы передать звук, чтобы все услышали. На довольно большой территории храма уютно. Все делается своими руками, говорит настоятель Вячеслав Корниенко. Много приходится здесь трудиться на этой территории. Больше всего я люблю межсезонье. Когда не выпал снег, и уже траву косить не надо. Потому что летом это надо косить траву, стричь кусты, а зимой чистить снег. Сами, сами. Когда-то просим и прихожан помочь, но в основном сами, да. Пока отец Вячеслав рассказывал нам о своем храме, прихожане угощались за общим столом в беседке. Добрая трапеза завершила праздничное утро. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На этом у нас все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok